Приветик, мои хорошие! Сегодня поговорим на щекотливую тему. Почему же все больше девчонок откладывают материнство на потом или вовсе решают остаться без детей? В этом видео я расскажу вам о 12 причинах, которые, как мне кажется, играют самую важную роль в этой истории. И не забудьте поддержать мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с подружками и присоединяйтесь к моему уютному телеграм-каналу Asalaner Mindset. Итак, начнем с самого главного. Феминизм девочки. Да, он подарил нам свободу выбора, возможность учиться, строить карьеру и не зависеть ни от кого. Но, положа руку на сердце, много ли мужчин готовы быть рядом с сильной и независимой женщиной, которая зарабатывает больше него? Вот именно. Феминизм хоть и дал нам свободу, но автоматически уменьшил шансы многих девчонок встретить мужчину, который станет настоящей главой семьи. А без этого решиться на детей очень сложно, согласитесь? В наше время женщины пашут наравне с мужчинами, а иногда и больше. Карьера, свой бизнес, самореализация – все это отнимает кучу времени и сил. А когда рожать, если ты постоянно пропадаешь на работе? К тому же, многие работодатели не очень-то рады брать женщин с детьми. Вот и получается, что карьера и материнство для многих становятся как лебедь, рак и щука, не как вместе. Еще один важный момент – финансовая независимость. Сегодня женщины сами себя обеспечивают, покупают квартиры, машины. Зачем им мужчина, который не может дать им уверенности в завтрашнем дне? Раньше женщины искали мужчину-добытчика, а сейчас они сами могут обеспечить себя всем необходимым. Это, конечно, здорово, но и на рождаемости сказывается не лучшим образом. Раньше, если женщина не родила до 25, ее уже считали старородящей. Сейчас же все совсем по-другому. Общество стало проще относиться к тем, кто не торопится обзаводиться потомством. Многие просто не видят смысла рожать для себя или потому, что так принято. Они хотят жить в свое удовольствие, путешествовать, строить карьеру. Девушки стали позже выходить замуж, а значит и рожать тоже начинают не сразу. Вот только биологические часы тикают неумолимо. Чем старше женщина, тем сложнее ей забеременеть и выносить здорового малыша. К тому же не забываем про карьеру. Многие сначала хотят добиться успеха в профессии, а уже потом думать о семье. Сегодня женщины знают себе цену. Они не готовы связывать жизнь с кем попало. Им нужен мужчина, который будет не просто любить и уважать, но и содержать семью, помогать с детьми. А таких, увы, как говорится, днем с огнем не сыщешь. Вот и получается, что девушки предъявляют к потенциальным мужьям высокие требования, а те, в свою очередь, не всегда могут им соответствовать. Глава 7. Многие женщины сегодня настолько увлечены своей карьерой, что просто не видят себя в роли домохозяйки. Им хочется достичь профессиональных высот, хорошо зарабатывать, быть успешными. И это совершенно нормально. Просто не стоит забывать, что дети — это тоже огромный труд, который требует времени и сил. Глава 8. Чем выше уровень образования у женщины, тем позже она, как правило, задумывается о детях. Это связано с тем, что учеба отнимает много времени и сил, а после университета многие хотят сначала построить карьеру. В итоге многие просто не успевают родить ребенка до 30 лет, а потом уже становится сложнее и в физическом, и в моральном плане. Глава 9. Ну и не стоит забывать о том, что не каждая женщина мечтает быть матерью. Кому-то важнее самореализация, кто-то просто не испытывает особого трепета перед детьми, а кто-то боится ответственности. У каждой свои причины не рожать детей, и это ее личный выбор, который нужно уважать. Родить ребенка – это только полдела. Его еще нужно вырастить и дать ему все необходимое. А это стоит денег, и немалых. Квартира, еда, одежда, образование – все это выливается в копеечку. Многие семьи просто не могут себе позволить содержать ребенка, поэтому откладывают рождение детей до лучших времен. К сожалению, не все женщины могут иметь детей по состоянию здоровья. У кого-то проблемы с репродуктивной системой, кто-то перенес тяжелую болезнь. Это печальная статистика, но и ее нельзя сбрасывать со счетов. Раньше на женщин оказывалось колоссальное давление со стороны общества. Мол, родила ребенка, выполнила свою главную функцию. Сейчас же все больше людей понимают, что женщина – это не машина для рождения детей, а личность со своими желаниями и стремлениями. Отсутствие детей уже не считается чем-то постыдным, и это не может не радовать. Вот такие 12 причин, мои хорошие. Конечно, это далеко не все факторы, которые влияют на решение женщин откладывать или отказываться от материнства. У каждой своя история, свои причины и свои обстоятельства. Главное – не бояться делать свой выбор и жить так, как вам комфортно. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И для тех, кто досмотрел до конца, вот бонусный совет женщины – находят счастье и удовлетворение через детей и семью, но из-за феминизма, работы и финансовой независимости им сложнее найти мужчину, который сможет обеспечить, защитить и быть хорошим отцом и мужем. Так что, дамы, хорошенько подумайте.